Хочу продолжить тему, вокруг которой мы с вами общаемся, и которая является очень важной. Эта тема касаемо того, какая цель в нашей жизни. И мы сказали, что главная цель в нашей жизни приблизиться к маму своему, к маму заману приблизиться, и тем самым обрести счастье, обрести рай, потому что не может быть выше этой цели, лучше этой цели. Все остальные цели являются всего лишь воображением на самом деле. Человек в этом мире ставит мирские цели перед собой. Это, конечно, тоже неплохо. Но когда человек думает, что, допустим, если он купит определенную машину или дом, он будет спокоен. Но как только он покупает дорогую машину, допустим, вот вам пример, человек покупает дорогую машину, ездит на ней какое-то определенное количество времени, и оно уже не приносит ему это удовольствие, которое он приносил первые дни. Он начинает мечтать о новой машине, более дорогой, более лучшей. Как только он покупает ее, та же история. Она только первое время приносит ему удовольствие. Так же и с домом, и со всеми остальными мирскими вещами. Почему? Потому что они мирские. Мирское не может быть вечным. Мирское временно, как Аллах Коране говорит, то, что Аллах, оно вечно. И поэтому любовь к Имаму Хусейну не умирает, не надоедает, не оставляет нас. Эти мачлицы, как бы часто они ни проходили, из года в год, они приносят удовольствие, потому что они связаны с Аллахом. Мученическая смерть Имама Хусейна является смертью ради Аллаха. Его подвиг является подвигом ради Аллаха, его сподвижников. Поэтому они остались навечно в истории. Это корабль спасения. Имам Хусейн является кораблем спасения. Все наши имамы являются кораблем спасения. Но корабль Имама Хусейна движется быстрее их корабля. Поэтому, взобравшись на этот корабль, полюбив Имама Хусейна, человек быстрее обретает счастье, быстрее приближается к Имаму Заману. Помните, я вчера сказал, что из хадисов два качества приближают человека к Имаму своего времени быстрее всего. Первое – это помощь верующим, и второе – это плач по Имаму Хусейну. Потому что этот плач исправляет нашу душу, исправляет нас самих. Почему нужно приходить на эти мачлицы и слушать эти хутбы? Да, я понимаю, что иногда сложно бывает. Я, допустим, общаюсь, рассказываю вам что-либо полчаса, следующий вам рассказывает что-либо полчаса, в целом час. Возможно, вы устаете, возможно, есть какие-то сложности. Но в чем разница между нами, кто тут выступает, и пророком, и Имамами? В чем разница, когда они что-либо говорят, и когда мы что-либо говорим? Когда мы что-либо советуем верующим, мы точно не можем знать, что им подойдет. Не можем точный рецепт им дать. Допустим, в истории, посмотрите, когда к Имаму приходит человек или к пророку приходит человек, спрашивает совет, он читает, допустим, один из аятов Корана. Другому читает другой аят Корана. Другому другой хадис говорит. Третьему другу. Почему он им разные вещи говорит, наш непорочный имам или пророк, неважно? Потому что он знает, что для этого человека именно этот хадис подойдет, именно этот аят подойдет. Пример с аптекой. Вы приходите в аптеку, у вас болит голова. В аптеке тысяча лекарств есть, но вы покупаете одно лекарство от головы, потому что у вас голова болит. Приходит другой больной в эту аптеку, покупает другое лекарство, потому что у него живот болит. Он не может купить все лекарства в этой аптеке и пользоваться ими. Почему? Потому что у него только одно лекарство для него является исцелением. И также эта худба, я тут рассказываю разные хадисы и разные аяты. Для одного одно является исцелением и лекарством для его души, для другого другое является. Из всей худбы этой 30-минутной, допустим, возможно, для вас только 2 минуты или 3 минуты определенного моего выступления повлияют. Поэтому нужно эту худбу внимательно слушать. Следующий худбу внимательно слушать. Разные хадисы, разные аяты, и на каждого из вас по-разному влияют. Один слушает историю госпожи Зейнаб, саламуллахи алейха, меняется, обретает терпение, крепость в религии своей. Другой слушает историю Голосима, меняется. Третий слушает историю Абальфазы, меняется. Четвертый слушает историю других шахидов Кербалы. Для каждого по-разному разный шахид влияет. Каждая история, потому что мы по-разному с вами устроены. И самое важное для нас в нашей религии, в нашем асхабе, является крепость. О, Аллах, укрепи наши стопы. Укрепи наши стопы в твоей религии. Вместе с Иома Хусейном и восподвижниками. Как они были крепки в своей религии, стойки в своей религии, так и нас сделай. Иногда человек стоек до последних минут своей жизни. Несмотря на то, что он всю жизнь прожил, его ничего не сбило с пути, как я вчера рассказывал о Хабибе и Мазахире, муслиме. Одному было 75 лет, другому 85 лет. Они отправились к Иома Хусейну на помощь, помогли ему, и до конца своих дней были стойкими на пути Аллаха. А другой пример, допустим, Галасима, сына Имама Хусейна. 13 лет ребенка, он стойк в своей религии. Помимо того, что он намаз совершает, пост, держит и так далее, помимо всего этого, он в ночь Ашура отвечает Иому Хусейну, когда Иома Хусейн его спрашивает, что для тебя смерть, Галасима, он говорит, ахля миналь асаль, слаще меда. 13-летний ребенок отвечает Иому Хусейн, слаще меда для меня смерть. Он был стойк в своей религии. И это важная тема, быть стойким в своей религии. Обратите внимание, что войско пророка Давуда, когда встретилось с войском Джалута, как Аллах Корану говорит, когда они показались перед Джалутом, то есть войско Давуда, что они сказали? Они сказали, Господь наш, пролей на нас терпенье и укрепи наши стопы, стопы, как я уже сказал, укрепи наши стопы, чтобы мы не отошли. И помоги нам победить войско врагов, войско неверных. Смотрите, насколько важно быть стойким, потому что религия, она хороша. Как помните, я первый день засчитал Хадеса Атамам Хусейна, который он сказал, когда зашел в Киарбалу. Он сказал, что религия у людей на языках. Она им комфортна, удобна, когда у них нет проблем. Как только окутывают проблемы этих верующих, то на самом деле искренних и стойких остается очень малое количество. Пока нет проблем, пока нет трудностей, пока комфорт, приходишь в теплом месте, намаз совершаешь, занимаешься тем, что тебе приносит удовольствие. Конечно, верующих много может казаться. Но как только верующий сталкивается с проблемами, там проявляется его вера, там проявляется его стойкость. Имам Хусейн только стойких в религии окружил вокруг себя. Почему? Обратите меня, как Имам Хусейн красиво сделал. В ночь Ашуры он говорит тем, кто рядом с ним были, уходите, я вам разрешаю. Возьмите одного из моих детей и уходите, скажете, что нам Имам Хусейн приказал уйти, мы его ребенка защищали. Только стойкий человек может встать и сказать, О, Хусейн, какая жизнь может быть после тебя? Не дай Аллах того дня, чтобы мы остались одни, а ты ушел из жизни. Стойкие. Просто себя поставьте на месте этих сподвижников, которые там были. Некоторые на самом деле ушли. Которые Имам Хусейн говорит, уходи, я принял твой завет, я принял твою присягу, я тебя делаю свободным, уходи, им я нужен. Ты уйдешь или останешься? И вот вопрос. Есть семья, есть дети, есть имущество, есть дом. Там разные у него сподвижники были. Как бедные, так и богатые среди сподвижников были. Были и очень богатые, которые оставили все, даже как приводили в пример, Зухейр дал развод своей супруге, отдал ей все имущество и пошел на сторону Имам Хусейна. Хотя он обходил Ахлибейт, он не был сторонником Ахлибейта. Имам Хусейн, что ему сказал, неизвестно. Имам Хусейн, как с ним поговорил, неизвестно, что он приходит и становится шахидом Кербалы. В ночь Ахшуры Имам Хусейн говорит своим воинам, уходите, я вас отпускаю. А в день Ахшуры он говорит, есть ли тот, кто поможет мне? Что это значит, ой, имам Хусейн? Почему в ночь Ахшуры ты говоришь, уходите? В день Ахшуры ты говоришь, помогите. Ответ на этот вопрос заключается в следующем. В ночь Ахшуры Имам Хусейн очищал свое войско от нестойких людей, которые нестойкие были в своей религии, которым он, если бы сказал, уйди, они бы ушли. А в день Ахшуры он очищал войско врагов. Там тоже были мужественные люди, которые были обмануты. И он их притягивал на свою сторону. Там немало количества людей перешло на сторону Имам Хусейна. То есть он очистил войско врагов и очистил свое войско, после чего началась война. Только стойкие в религии, как Аллах Коране говорит, что дуа пророков была следующая. В Коране говорится, Они не произносили, пророки, ничего, кроме слов. Вот самый главный момент. Следующий, как так переводится. Господь наш, прости нам наши грехи и излишества в наших делах и утверди наши стопы. И дай нам победу над неверными. Аллах говорит, дуа пророков не была никаким, кроме этого дуа. О Аллах, укрепи наши стопы и дай нам победу. Стойкость, только стойкость, только стойкость отличает верующего от неверующего. Как только проблемы окружают человека. Поэтому в Зиарате это произносим, каждый день здесь находясь мы говорим Саббит Акдама, Саббит, 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 укрепи, укрепи. Почему? Потому что это является важным для нас. В истории мы видим, что был такой человек по имени Хасан Ибн Саббит, который читал стихи о Гадархуме. И тогда пророк сделал дуа за него, что пока ты с нами, пусть Аллах тебе поможет. После смерти пророка он был подкуплен и уже забыл о том мне, о Гадархуме, и уже против Омамали был. И таких людей немало количества были, которые были стойкими на пути ислама. Зубейр, Талха, Абдур-Рахман ибн Мульджам, Шимр. Они все были стойкими на пути Аллаха. Но отошли. Почему отошли? Потому что все-таки стойкость их проявилась не там, где нужно. Когда у них был комфорт, когда у них все было хорошо, они были стойкими. Как только им нужно было подчиниться имаму, подчиниться непорочному, тогда начались у них внутри проблемы душевные. Как я уже говорил несколько дней назад, что мы должны ставить имама превыше нашего мнения, превыше нашего взгляда. Имам должен быть на мерилы для нас. Не мы должны ставить на одни чаши весов нашего имама, непорочные на другую чаши весов наше мнение. Нет. Те люди, которые так сделали, они сошли с пути. Я приводил в пример, и каждый год привожу в пример, очень прекрасный пример, чтобы мы взяли урок для себя. Абдур-Рахман ибн Мульджам, убийца имама Хусейнда, будет он проклят, и, извините, убийца имама Али. Он был преданным сподвижникам имам Али. Очень преданным. Настолько преданным, что в Йемене, когда имам Али стал халифом, они собрали 100 человек и между собой выбрали 70 самых преданных. 70 выбрали 30 самых преданных. 30 выбрали 10 самых преданных. Самых преданных имам Али. И среди 10-х они выбрали одного, кто более преданным был имам Али. И это был Абдур-Рахман ибн Мульджам. И он вышел к имам Али, начал читать стихи. О, повелитель павоверных, мы поздравляем тебя с тем, что ты стал халифом. И так далее. Читал-читал стихи, и имам Али говорит, как тебя зовут? Он говорит, меня зовут Абдур-Рахман. Как твоего отца зовут? Мульджам. И тогда имам Али ударил по руке и сказал, инна лиллахи ва инна илейхи раджаун. Всем от Аллаха, и всем мы к нему вернем, зачитал аят. Что случилось? Ты будешь моим убийцей. Как так? Ой, мам, я люблю тебя больше жизни. Как такое возможно, чтобы я был твоим убийцей? Зубейр, тот, кто знал, где похоронена Фатима Захара, саламуллахи алейха, настолько был близок к имам Али, что один из немногих, кто защищал имам Али, дом имам Али, но отошел. Талха также, Талха еще хуже был. Других примеров, множество можно привести. Шимр я уже приводил в пример. Чуть шахидом не стал в битве, чуть жизнь не отдал за имам Али, был ранен. И все они отошли. Почему? Потому что они были некрепкие в религии. Какая-то у них была внутри проблема, которая их сбила с этого пути. Малая проблема, она проявилась там, где не нужно было ее проявлять. Поэтому нам говорят, что нужно джихад совершать со своим навсом, и самый большой джихад – это джихад со своим навсом. Почему самый сложный джихад? Потому что иногда, возможно, во всем мы на первом месте. Но где-то у нас есть проблема, допустим, высокомерие, гордыня, где-то лицемерие, еще что-либо. Какая-то проблема есть, на которую мы не обращаем внимания, закрываем глаза. Мы говорим, но мы же, аль-хамдур-лла, начнем намазы совершаем, пост держим. Это ничего страшного. Иногда находим себе оправдание. Но именно эта проблема может тебя сбить. Именно этот минус может тебя сделать врагом имама. Стойкой. Самое главное – быть стойким в религии Аллаха. На пути имама Хусейна, на пути имама своего времени. И как нам укрепиться на пути имама? Это первая дуа. Имам Саддак а.с. научил нас следующему дуа. Он говорит, что придут такие времена, когда вы будете окружены сомнениями и проблемами. Часто повторяете эту дуа. Я Аллаху, я Рахману, я Рахим, я мукаллиб аль-накулуб, саббит кальби аля адейник. О Аллаху, укрепи мое сердце в твоей религии. Эту дуа часто повторяете. Второе – это постоянная духовная связь. Читайте Коран, общайтесь с самым своим временем, с самым заманом общайтесь. Он слышит наши молитвы, он слышит нас, Аллах принимает нашу дуа. Знаете, что Аллах слышит, как Аллах в Коране говорит? Зовите меня, я отвечу вам. Аллах говорит, зовите меня, я отвечу вам. Значит, когда мы его зовем, сто процентов он ответит. Нет в этом сомнений, что Аллах ответит. Почему? Потому что он сам Аллах в Коране обещал. В сутный день мы скажем, Аллах, ты сам в Коране сказал, зовите меня, я отвечу вам. Я тебя звал, чтобы ты меня укрепил на пути. На пути Аллаха, на пути пророка, на пути имама. И, конечно, он укрепит. Это вторая связь. Чтение Корана, как Аллах сам в Коране говорит, воистину этот Коран указывает на самый правильный путь и возвращает верующим, которые совершают праведные деяния, благую вещь о том, что им уготована великая награда верующим. Ты себя считаешь верующим? Ты на самом деле, иншаллах верующий. Но всегда взвешивай себя каждый вечер, каждый день. Что я сегодня сказал? Что я сегодня совершил? Как я себя сегодня повел? У Шимра была одна проблема, одна из нескольких проблем, которая его сделала Шимром. Он любил языком задевать людей, издеваться над ними, прикалываться другими словами над людьми, чтобы им было стыдно перед другими. У Шимра была такая проблема. Говорят, одна из проблем, почему он стал Шимром, почему он стал убийцей имама, вот это качество его сбило. Это второе качество, он любил авторитет, чтобы его уважали, чтобы он был высокого положения, не просто какой-то там рядовой, так сказать, а именно полководец высокого ранга. Это его сбило. Третье укрепление убеждения. Мы должны на самом деле знать, почему мы шииты, мы должны знать, почему мы последователи имама Алии. У нас есть ученые, которые посвятили 30-40 лет, как Аллаху Аминьи, 30-40 лет посвятил, чтобы одну книгу написать. Аль-Хадир, 11 томов. Он посвятил столько лет, чтобы написать одну книгу, и он сказал, я буду в судный день жаловаться на тех, кому нужно было доказывать, что имам Али является повелителем правоверных, повелителем, халифом после пророка, потому что это очевидная вещь. Он собирал хадисы из разных источников о том, что имам Али является халифом после пророка. 30-40 лет посвятил этому. Сколько мы времени посвящаем тому, чтобы укрепить свои убеждения внутри нас, которые есть. Чтобы когда нас спросили, почему ты являешься последователем имама Хусейна, почему ты его оплакиваешь, почему вы проводите каждый год траур по нему, чтобы ты мог ответить на этот вопрос. А не сразу говорил, я спрошу и тебе скажу. Как минимум, это нужно знать нам. Как минимум, мы должны ответить на то, почему мы проводим этот траур. Что этот траур для нас значит? Что значит последователем быть имама Али? Что значит 12 непорочных имамов? Как минимум, имена их знать. К сожалению, некоторые приходят, даже имена наших непорочных не знают. Какой ты их последователь? Какая у тебя вера внутри? Какое время ты уделил для Аллаха? От тебя не просят, чтобы ты воевал на сегодняшний день? От тебя не просят, чтобы ты что-либо сложное делал, то, что сделали шахиды, кирбалы? Как минимум, укрепи свое убеждение внутри себя, иначе тебя собьют в один день. Когда ты только столкнешься с проблемами, так сразу же проявится твоя вера. Если ты убежденный, если ты убежденный, то, конечно, тебя сложно будет сбить. И четвертое, это изучение истории. Истории кирбалы, истории других имамов, имама Али, имама Хасана и так далее. Истории пророков, потому что Аллах, Кораня, об этом тоже говорит, что, о посланник Аллаха, о посланник Моим, я тебе рассказываю истории пророков, чтобы укрепить твое сердце. Историю укрепляет сердце наше. Почему? Потому что мы видим стойкость сторонников имама Хусейна. Мы видим храбрость 13-летнего ребенка. Мы видим храбрость женщины госпожи Зейнаб, саламуллахи алейха. Это та, благодаря которой сохранилась кирбала. если бы не Зейнаб, навряд ли до нас дошла бы эта история, навряд ли бы таким образом распространилось это событие об имаму Хусейне. Она проявила стойкость, она показала, что такое быть стойким. Это женщина, благодаря которой мы сегодня с вами сегодня здесь собрались и оплакиваем маму Хусейна. Кто является госпожой женщин рая, помимо тех, которые мы знаем в исламе, Аллах о ком в Коране говорит? Аллах говорит госпожа Мариям и госпожа Асяя, жена фараона. Почему они госпожи женщин рая? Потому что Асяя уверовала в Мусу и она подверглась пыткам и попросила Аллаха смерти. То есть попросила место в раю. Что значит в Коране говорится она попросила место себе в раю. А это значит что она попросила себе смерть. И Аллах забрал ее душу. Она умерла от пыток. Телесные пытки она умерла, Аллах сказал, что она госпожа женщин рая. Ну то есть возвеличил ее. Госпожа Мариям ее оскорбляли, обвиняли ее в прелюбодиане и так далее. Аллах ее сделал женщиной высокого ранга, госпожой женщин. Но что было с госпожой Зейнаб? Она только у нее телесные были? Только моральные были для нее испытания? Нет, на ее глазах убивают ее близких людей. И маму сына, я еще, иншаллах, расскажу, когда будет время госпожа Зейнаб, какая у нее была связь с маму Хусейном. С детства она не видела маму Хусейна, когда в колыбеле была, она была еще маленьким ребенком, она не видела маму Хусейна, начинала плакать, пока она не увидела маму Хусейна, и начала после этого улыбаться. И Фатима, спросила у пророка, у посланника Аллаха, я удивляюсь, у них сильная любовь между ними, это же братская, между братом и сестрой такая любовь. И тогда посланник Аллаха рассказал о событиях Киарбалы Фатиме, когда они после этого оплакивали имама Хусейна. Это очень близкая связь с ее махром, когда она выходила замуж, было то, что разреши мне условием брака, разреши мне посещать моего брата тогда, когда мне захочется этого делать. Вот что такое стойкость Киарбалея. И она не сказала Аллаху, забери мою душу, как госпожа Ася. Она Аллаху сказала, после этих всех событий, примет нас маленькую жертву, эту малую жертву. Малый гурбан, который мы можем тебе принести. И всего лишь пять минут расскажу вам о событиях Гаасима ибн Хасане. В 13-летнем ребенке у мам Хасана было два сына в Киарбалея. Одному было один, одиннадцать лет, другому 13 лет, и оба они стали шахидами Киарбалы. Они не оставляли своего дядю. Имам Хусейн, алейсалат вассалам, когда Аллаху подошел к нему его родной сын и сказал, отец, отпусти меня на поле битвы. Имам Хусейн, не задумывая, сказал, иди, сынок, отпустил Аллаху Ася. Но когда Гаасим подошел и спросил у него разрешение выйти на поле битвы, Имам Хусейн не разрешил ему. Хотя Гаасим на вечер Ашуры спрашивал у Имама Хусейна, и тогда Имам Хусейн, когда я уже вначале спросил ему, что для тебя смерть, он сказал, слащая меда. Гаасим опечаленный, ушел от Имама Хусейна опечаленным, потому что Имам Хусейн не разрешил ему выйти на поле битвы. И тогда вспомнил о завещании своего отца. Имам Хусейн воспитывал Гаасима с двух лет примерно. То есть он был у него отцом, он даже его называл Валяди, сынок мой, вот так называл Имам Хусейн Гаасима. И Гаасим подходит и передает ему письмо от Имама Хусейна и говорит, это от моего отца тебе завещание. Он читает это письмо и там написано, сынок мой, Гаасиму пишет Имам Хусейн, сынок мой, когда ты увидишь своего дядю Хусейна в Киарбале, окруженном врагами, не оставляй его. Сражайся на пути Аллаха с врагами Аллаха, врагами его посланника и врагами непорочного имама. Не оставляй своего дядю. И это то место в Киарбале, где Имам Хусейн настолько сильно заплакал, что потерял сознание. Они обнялись, так сильно плакали, чтобы потеряли сознание. В конце концов, он все равно, не отпуская его, Гаасим упал, начал пытаться поцеловать ноги Имама Хусейна. Имам Хусейн после этого обтускает его на поле битвы и говорит, неужели, сынок, ты идешь на смерть своими же ногами? 13-летнему ребенку говорит, стойкость, посмотрите, стойкость в религии. Он говорит, сынок, ты идешь на смерть своими ногами, собственный, сам же, желая этого. Он говорит, дядя, как же иначе? А как может быть по-другому? Ты один окруженный врагами, и у тебя нет ни помощника, ни соратника. Как я могу тебя оставить? У него не было воинской одежды. Почему? Потому что он был ребенком. Он так выходит сражаться против врагов. Как минимум, говорят, 35 врагов он уничтожил. И Фриданин говорит, что у него левый шнурок развязался, развязался ботинок, и после этого на него напали, и он упал с лошади, и в этот момент позвал своего дядю. Я, дядя мой, помоги мне. И Маусейна все во время шахадата звали. Каждый пытался позвать Маусейна, кроме некоторых, которые стеснялись позвать Маусейна. Племянник его позвал, его говорит, дядя, помоги мне. И говорят, как ястреб. И Маусейн поспешил к нему, разогнал врагов и встал над его головой, видя, что он бьется ногами и отдает свою жизнь. Умирает, и Маусейн стоит над его головой, говорит, сынок мой, как же сложно твоему дяде, как же даже сложно твоему дяде, что ты зовешь его, и он не может тебе ответить. И даже если он тебе ответит, нет пользы от его ответа для тебя. Представляете, он только недавно Маусейн потерял сознание от того, что его отпускал на поле битвы, а сейчас он стоит над его телом и говорит, как же сложно твоему дяде.